МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Энергия в мирных целях. В Чебоксарах собрались специалисты с атомных электростанций России. Горсть огненной земли. Волонтеры из Чувашии побывали на праздновании 70-летия Сталинградской битвы. Лыжня России. До старта 5 дней. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителем Департамента кадровой политики Центрального банка России Александром Лахтиковым. Они обсудили меры по дальнейшему улучшению работы банковских учреждений на территории республики, повышению доверия к ним граждан и бизнес-сообщества. В частности, для более эффективного взаимодействия создается экспертная группа экономического совета при главе Чувашской республики. В 2012 году отмечен рост основных макроэкономических показателей. Позитивные тенденции сложились на потребительском рынке и в банковском секторе, отметил на встрече глава Чувашии. Сегодня в Чебоксары приехали специалисты с атомных электростанций страны. Два дня в столице республики будет проходить первый форум «Чебоксары. Центр наукоемкого машиностроения России». Собрать атомщиков на форум предложили в Чебоксарском электроаппаратном заводе. Минэкономразвитие Чувашии поддержал эту идею. Республике нужны атомщики, ну а им, в свою очередь, интересны электроаппаратчики. Где искать точки соприкосновения – далее в репортаже. Участников форума первым делом пригласили на Чебоксарский электроаппаратный завод. Некоторые помнят и знают его особенно хорошо с советских времен. До 90-х годов электроаппаратчики поставляли свое оборудование на атомные электростанции страны. Работавшие на АЭС во времена СССР говорили, что хотели увидеть предприятие спустя годы и были приятно удивлены. Завод преобразился, производство смогли сохранить и развивают его. Разработки, интересные специалистам АЭС, сегодня презентовали на предприятии. На сегодняшний день у нас собрались, приехали в республику представители практически всех атомных электростанций России. Представители всех проектных институтов России, которые занимаются проектированием атомных электростанций. Представители самого Росатома. И наша задача – показать достижения завода республики, что мы можем для атомной промышленности поставить. Мы надеемся, что по результатам вот этого форума явится дальнейшее развитие и увеличение объемов продаж для атомной энергетики. АЭС требуется современное оборудование. Такие экскурсии и форумы, как смотрины. Республика также сильно заинтересована в таких крупных партнерах. Экономика завязана на инвестиционных программах и предпочтениях АЭС. Об этом уже в приветственном слове говорил министр экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Алексей Табаков. Именно поэтому в 2011 году Чуваша заключила соглашение со стратегическим партнером – госкорпорацией Росатом. На основе этого документа идет большой объем товарами и обмен научными разработками. Сотрудничество со стратегическими партнерами фактически формирует 60% от общегодового объема реализованной продукции нашими предприятиями. Поэтому здесь доля таких больших организаций, в том числе как и Росатом, очень велика. И, безусловно, очень приятно, что не только мы, но и сами предприятия, а в данном случае это электроаппаратный завод, выступает с инициативой по контактам на территории Чувашской республики с этими стратегическими партнерами. При этом я очень рад приезду столь внушительной и огромной делегации, делегации не просто Росатома, а специалистов Росатома. Это главные инженера, конструктора, то есть те, от деятельности которых зависит и безопасность атомных станций. Но с нашей точки зрения, это, конечно, зависит решение о том, какое оборудование будет применяться для безопасной деятельности этих атомных станций. Форум продлится два дня. На этой площадке чебоксарские электроаппаратчики продолжат знакомить приезжих со своими разработками, а также вместе с остальными будут обсуждать острые вопросы. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня подписано постановление главы Чуваши о назначении министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Олег Иванович Марков. Олег Иванович, 66-го года рождения. Окончил Чувашскую сельхозакадемию, госуниверситет, а также прошел подготовку в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. В правительстве Чуваши Олег Марков с августа прошлого года. До этого трудился в акционерном обществе «Чуваш-сеть газ». Оперативники задержали молодого человека, который подозревается в сбытии гашиша. Житель Чебоксара очень увлекся незаконной деятельностью и дарил приятелям наркотики на день рождения. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД Почуваши. Оперативники межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД получили сообщение о том, что в Чебоксарах появился молодой человек, занимающийся сбытом гашиша. Для проверки было принято решение проведения оперативного мероприятия праздничная закупка, в ходе которого были приобретены наркотики и впоследствии уже сбыча был задержан. Свою вину молодой человек, кстати, юрист по образованию, признал полностью. В ходе обыска в его съемной квартире по улице Матезалка оперативники обнаружили 46 так называемых чеков. Это фольгированные свертки с твердым веществом внутри и 8 кусочков спрессованного зелья. Экспертиза признала свертки гашишем общей массой более 34 граммов, а остальные кусочки наркотическим средством – тетрагидроканабинолом массой свыше 0,1 грамма. Да, и почем вот это получается одна доза? Это еще рублей, вот то, что надо. Также в ходе обыска были изъяты 33 тысячи рублей, предположительно вырученные за продажу наркотических средств. По словам подозреваемого, наркотики он приобрел в Москве в конце прошлого года как для личного потребления, так и на продажу. Уголовное дело возбуждено за сбыт наркотических средств в крупном размере согласно ч. 4 ст. 228.1 наказание до 20 лет грешной свободы. Кроме того, оперативникам стало известно, что частенько подозреваемый приглашал к себе в гости приятелей и устраивал гашишные посиделки. Бывало и такое, что придя на день рождения, он дарил имениннику наркотики в виде презента. Законом это также квалифицируется, как сбыт наркотических средств. Волонтеры из Чувашии побывали в Волгограде. 8 студентов чебоксарских вузов приняли участие в первом молодежном межрегиональном добровольческом слете, который был посвящен 70-летию Сталинградской битвы. После возвращения участники поездки посетили среднюю школу номер 36, где находится музей боевой славы Сталинградской битвы. Впечатления от поездки слушала и наша съемочная группа. На один день Волгоград получил свое военное имя. В Сталинграде молодые люди приняли участие во всех значимых мероприятиях, которые проходили в дни празднования 70-летия исторического сражения. В военном параде частей Волгоградского гарнизона посетили музей «Панораму. Сталинградская битва». Для участников слета были организованы экскурсии по местам, где проходили кровопролитные бои за дом Павлова Мамаев-Курган. По словам участников, поездка была эмоциональной. На встрече с ветеранами многие плакали. Нам очень помогла эта поездка, обнувшись именно в атмосферу Сталинграда, почувствовать на себе, как людям жилось в тот момент, как им было плохо, что они испытывали. Мы ходили на экскурсии в музей «Панораму». Мамаев-Курган. Мы бывали на всех местах, в принципе, на всех исторических памятниках. И действительно, те эмоции, те чувства, которые испытывали во время войны, мы испытали на себе. Мы еще до приезда в Волгоград снимали ролики про ветеранов. Мы ходили к ним в гости, расспрашивали их. Сами могли увидеть их вживую, поборить с ними. Они нам рассказывали очень много интересных вещей на самом деле. То, что вряд ли расскажут не вживую. В 36-й школе зал боевой славы был открыт еще в 78-м году при помощи ветеранов, воевавших под Сталинградом. В зале были собраны их личные вещи. Ученики школы два раза в год встречаются с ветеранами. Для музея волонтеры привезли еще один экспонат. Со Сталинградской земли, от Волгоградской области, привезли сюда, в 36-ю школу, в музей Сталинградской битвы, горсть земли Сталинграда. И хотим подарить его музею Сталинградской битвы. Почему город земли? Волгоградские коллеги попросили передать это, привезти это в Чебоксары, для того, чтобы эта гора земли смогла защитить нашу землю, чебоксарскую, чувашскую, и оставлять нам мирное небо над головой всегда. Возьмите, пожалуйста, Льва Васильевна. Зал боевой славы носит имя 62-й гвардейской армии, имеет множество наград. С 2005 года ему присвоено почетное звание музея. Он является гордостью школы. По словам учеников, каждый из них считает за честь поработать экскурсоводом в музее. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Александр Петров, Республика. Чебоксары лидируют в рейтинге на самый привлекательный и узнаваемый город России. Интернет-голосование проходит на сайте городроссии.рф. Впервые такой список составлялся в 2012 году и был посвящен году российской истории. В прошлогоднем рейтинге «Город России. Национальный выбор» больше всего голосов набрал Смоленск. Чебоксары тогда стали пятыми, оставив позади соседей по ПФО. Десятку вошла лишь Уфа. Москва по выбору интернет-пользователей оказалась лишь на 57-м месте. Новое голосование началось с февраля, и там выбирают десятку лучших. Столицы Чуваши отдали свои голоса уже более 3,5 тысяч человек. Хабаровск отстает на полтысячи голосов. На сайте можно прочитать обо всех городах, участниках состязания названия российского символа, увидеть фотографии их достопримечательностей. Главной целью голосования организаторы называют повышение стимула к путешествиям по России. Судя по рейтингу, Чебоксары скоро должны наводнить туристы. На базе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Чебоксар стартовал проект «Социальная реабилитация детей-инвалидов и их родителей». В рамках проекта планируется провести много мероприятий. К примеру, уже сегодня в детском саду номер 144 юные воспитанники показали спектакль для своих сверстников. Детсадовцы показали спектакль-сказку «Гуси-лебеди». Дети с ограниченными возможностями не могут посещать дошкольные учреждения. Поэтому родители и дети с удовольствием приехали в детсад. Жили-были, гуси-были, деток не любили. Цель проекта – реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Делают это организаторы, проводя такие мероприятия, когда все дети могут участвовать в действии, сопереживать героям и испытывать различные эмоции. Первое мероприятие организаторы считают успешным. Этот проект планируют проводить весь год, а потом рекомендовать всем, кто работает с детьми с ограниченными возможностями. Сверим струны, старый мой товарищ. В выходные в Чебоксары съедутся исполнители самодеятельной песни со всей страны. Чебоксарский бардовский фестиваль пройдет в 37-й раз. Стаж более чем почтенный, что ставит его в один ряд с другими, с российскими слетами певцов под гитару. Что ждет зрителей и чем 37-й форум КСПшников отличается от предыдущих 36-ти – в нашем сюжете. Фестиваль все тот же и немного другой. Традиционно в нем принимают участие столпы бардовского сообщества. Боков Валера, несмотря на его 75 лет, к нам приедет. После покорения очередной вершины все по горам ходит. Я думаю, что расскажет, и рассказ его будет интересен. К нам приезжает такой замечательный автор Анатолий Киреев из Челябинска. Он живет в Челябинске. Он не был у нас уже больше 20 лет. Пожалуй, Виталий Харрисов к нам приезжает тоже из Казани. Но он каждый год приезжает. Это наш замечательный друг. Приезжает к нам из Москвы дуэт, который у нас ни разу не был. Это Христианова Григорьев. Григорий замечательный гитарист. Она замечательно поет песню. Фестиваль пройдет во Дворце культуры трактора строителей. Как всегда, будет состоять из конкурсной части и показательных выступлений. Но в этом году к ним прибавится еще и два специальных концерта. В этом году мы в субботу, 9 числа, делаем только сольный концерт Киреева. А остальные люди, они разбиваются по разным площадкам. То есть ансамбль «Меридиан» будет выступать в 40-й школе бесплатно. Ну, еще и наши ребята. Потом в 7 часов тоже бесплатно будем выступать в одну из чебоксарских узов. Это будет МГУ. Тоже для студентов и для преподавателей будет Валера Буков и московский дуэт и наши чебоксарские ребята. То есть вот мы в один день делаем два таких вот благотворительных концерта для того, чтобы показать молодежи, что есть такое направление бардовской песни, потому что многие просто не знают, что это такое. Кроме классики, про солнышко, палатки и звенящие струны, в программу включили множество совершенно новых композиций. Так что можем рассчитывать на премьеры. Маэстро Кузнецов, к примеру, сделал реверанс в адрес символа 2013 года. Вершит народ дела свои, пройдохи ищут славы, пророки врут, поэты пьют, богатство копит знать. Встает над миром год змеи, все залобные, как удавы, и каждый хочет сам в угоду году гадом стать. Как сообщил нам Владимир Кузнецов со ссылкой на бардов из других регионов, чебоксарская публика обладает хорошим вкусом и считается очень доброжелательной, понимающей. При ней не кривят душой, а значит, камерная и душевная атмосфера на концертах обеспечена. Дай бог в пути мне добрым словом помянуть, кого-нибудь, кого-нибудь. О спорте. Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2013» пройдет в это воскресенье, 10 февраля. Подготовка к соревнованиям подходит к завершению. Сегодня организаторы рассказали, что еще нужно сделать. Считанные дни остались до начала самого массового лыжного забега «Лыжня России». Соревнования пройдут во всех городах и районах республики. Главная лыжная трасса, как обычно, будет проложена в столичном парке 500-летий Чебоксар. Ожидается, что в гонке по всей стране примет участие более полутора миллионов лыжников. Чуваша традиционно один из самых активных регионов. Мы стали инициаторами проведения в более масштабном формате этого мероприятия по всем муниципалитетам. Сейчас мы идем даже дальше, по сельским поселениям некоторые районы практикуют. Именно нашу форму проведения взял за основу и рекомендовал другим регионам «Ленспорт Россия». Значительно увеличивается количество участников. Это, как отмечает руководство, хорошая динамика. Но тем самым уменьшается количество атрибутики. Для многих важно не только пройти дистанцию, но и получить фирменные шапочки. Организаторы считают выделенных 7,5 тысяч шапочек и столько же номеров на всех не хватит. Конкурентов в других городах добавилось, поэтому атрибутики на город сегодня поступают меньше. Поэтому город дополнительно заказал сегодня мальчики с номерами, которые тоже будут раздаваться сегодня и по школам, и представляться тем, кто будет проходить регистрацию. Представители столичной администрации обещают, что лыжная трасса будет соответствовать всем необходимым стандартам. Кроме самого забега, участников ждет масса сюрпризов. Главная задача, которую мы ставим перед собой, и задача, которая поставлена сегодня руководством города перед всеми службами, это качественно подготовить трассу, создать на территории парка 500-летия города Чебоксары хорошую праздничную атмосферу и с бесплатным чаем, и будут работать предприятия общественного и торговли. Также будет подготовлена концертная программа, если позволят погодные условия, также будут работать и аттракционы. Значительное внимание уделено вопросам безопасности проведения массовой лыжной гонки. На территории парка будут работать медпункт, дежурить бригады скорой помощи. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин